Всем добрый день! Это питомник Рос Полины Козловой. Ноябрь 2018 года. У нас уже холодно, был мороз, у нас уже нету красивых цветочков, все уже потемнело, особенно светлые сорта. Мы уже готовимся к зиме. Ну и спрашивают, что же мы делаем, как мы готовимся. Ну, собственно, подготовка у нас идет в маточнике. И мы сохраняем новые сорта. Вот у нас свитцурие, новая плетистая роза. Вот ее уже мороз шандарахнул, она немножко цвет поменяла. Но все равно бутончик держится. Ну вот смотрите, как мы сохраняем, что мы делаем такого, чтобы у нас на следующий год все это было красиво, все цвело. Приобрела я в питомник кустодержателей много. Так думаю, что еще нужно будет их приобрести. И высокорослые розы, плетистые, парковые. Я поставила в кустодержатели, еще мы их так посвязывали. Для чего? У нас на участке сильный ветер. Вот даже видно. Видите, черные вот эти точки, отломанные иголки. Это вот когда сильный ветер, ветки друг от друга бьются, они друг друга царапают. Все эти микротрещины, это не очень хорошо для роз. Туда попадают всякие вредоносные микроорганизмы. А когда тепло на эти трещинки, тля может вылезти, начать сок-то оттуда высасывать. Так что нужно по максимуму сделать так, чтобы роза не качалась в период сильных ветров. И когда она сильно качается, ну верхушки ладно, ну как бы побьются, там обрезать их можно. А самое неприятное, она начинает выворачивать ветки вот внизу у ствола. И эта ветка на следующий год, она уже, либо она погибнет, потому что там опять же куча микротрещин, а то и не микротрещин, либо она не будет так цвести, как должна. Вот такие элементарные конструкции. То есть я так думаю, что кто умеет варить, это не проблема. А кто не умеет варить, есть мастера золотые руки. И он заказала молодому человеку одну партию. Мне так понравилось, я тебе решила, что она, наверное, все розы высокорослые, и не только высокорослые, поставлю в маточнике на кустодержателе. У нас очень ветреный участок, мы находим участок под склоном, ветра очень сильные, что зимой, что летом, розы качает, а роза, когда качается, на все силы тратит для того, чтобы удержать вот эту вот массу веток. Вот этот новый сорт, парковый роза, вот этот монстр для колесон, на следующий год у нас будет его побольше, в этом году было мало, практически все на поле продали. Красивая роза. Вот этот вот монстр, мы его резали-резали, я его на почку резала, это маточный куст, и все равно он какой-то вымахал. Когда ветер, его выворачивают просто, он как елой крутится во все стороны, то есть ветки выламываются практически у основания. Вот мы его поставили в кустодержатель, посвязали. Весной, когда будем делать обрезку, вырежем все, что мне не нравится, что коревое, косое, там сделаем санитарное, и прирежем высоту. И тогда она вот эта вся красота будет в этом кустодержателе цвести. Также он у нас дальше, чайно-гибридные, англичанки, все, на что хватило пока кустодержателей, мы поставили. Конструкции, в принципе, могут быть разные, это уже смотрите по своей фантазии. То есть, как бы, это вот лично мой совет. Я заметила, как бы, я знала про кустодержатели давно, но я как бы особо на них, ну, кустодержатели, кустодержатели. Но потом, когда вот уже масса, видишь, что масса роз разных сортов, они при ветре гнутся, они уродуются, то есть, видно, что цветение не идет вот такое, как должно быть. Поставили в кустодержатель, связали, ну, и, собственно, цветение стало более обильным, цветы качественнее, потому что их не рвут, собственно, иголки. Как бы, очень советую, у кого есть возможность, прямо вот категорически я советую, поставьте хотя бы один-два, вы посмотрите, как они себя хорошо ведут, это одно. Второе, вот высокорослые розы, многие говорят, давай только возле стенки сажать, там, возле забора. Вот кустодержатель в центре клумбы, посадите ту же самую высокорослую плетистую, прирежьте ее немножко пониже, у вас будет такой громадный каскад цветов, она вот будет держаться за счет вот этих, как сказать, кустодержателя, не знаю, как еще по-другому сказать. Она будет держаться, цветение будет прямо вот сверху донизу. Очень хорошая, очень такая вещь, как бы очень-очень советую. Роза все-таки королева цветов, и для нее нужно обрамление, за ней нужно ухаживать, ее нужно как-то поддерживать, давать ей условия для жизни по максимуму идеальные. Вот у нас мороз был, я думала, все-таки он зацветет, и не знаю, наверное, уже нет. Это ив пьяш, у нас на весну он есть, шикарнейший сорт, он давно уже на рынке, то есть это не новинка, как бы для рынка, мы, новинка для нашего каталога, у меня в питомнике был, мы его делали понемногу, но теперь сделали много для весны, и осенью мы его не продавали через интернет, мы его продаем теперь на весну. Шикарнейший сорт, громадные такие цветы у их пьяжа. Аромат вот настолько сильный, просто вот реально сильный аромат. Очень советую, кто хочет ароматную розу, их пьяш вот попробуйте. По интернете про него прочитаете, очень красивый сорт, аккуратненький такой, ну цветы громадный, аромат сильный. Так, ну это вот, скажем так, одни из тех работ, которые мы проводим по подготовке наших роз к зиме, чтобы они у нас хорошо перезимовали, весной мы их обрежем, чтобы они на вас радовали шикарным цветением. Да, мороз нам все-таки цветочки-то попортил, особенно светлые сорта. Так, ну как-то так. Будут вопросы, задавайте. А пока всем спасибо. До свидания.